вот такое утро просыпаемся и просыпаемся 35 минут назад потом уже умываемся какой-нибудь круассан с чайком и готовимся как видите темновастенько сейчас лето сейчас август середина августа у нас не знаю как у вас но вот в украине в луганске например летом расцветала в четыре часа уже уже было светло стенка здесь во франции как видите в половину седьмого еще даже темновато чего так вот садимся готовимся и едем ну и под какую-нибудь веселенькую музыку вперед на работу еще месяц назад в принципе в это время уже было светло сейчас конечно день уже начинает уменьшаться где выезжаю уже без 27 а в принципе еще ну и плюс плюс сегодня пасмурно обычно вот там вот справа такое солнышко уже выглядывает сегодня его нет в городе естественно глухо иногда пару одиноких студентов сидят когда не лето или каких-нибудь пенсионеров которым куда-то непонятно куда надо с утра пораньше но в основном конечно несколько машин которые на работу тоже спешат работают уже некоторые что-то чинят дороги видите у нас уже тут дороги на каждый день где-нибудь чинят дорогу новое что-нибудь здесь прямо вот свежачок асфальт нового выложили тратят тратят наши налоги тратят как положено у меня как видите спидометр не работает на машине а здесь сейчас через несколько метров будет у нас радарчик поэтому я лучше еще медленнее поеду чем надо но он как он у меня иногда не работает то есть он что-то как-то живет своей жизнью он иногда включается иногда нет проблемка у peugeot этих годов частенько я на двух машинах на 306 вот на это на которой сейчас еду и на 406 тоже там но там немного по-другому там когда скорость доходит до 80 еще стрелка начинает танцевать и ничего не понятно какая скорость но зато хотя бы выше у меня вот просто иногда ложится стрелка и может кто-то знает кто-то у кого-то была 306 может с вами быть с этой проблемой или вообще может мастер какой-нибудь по автомобильной подскажите но это электроника тут конечно в любом случае одним щелчком не починишь но все же ну и вот спустя не знаю каких-то пять или десять километров точно не знаю даже сколько мы подъезжаем въезжаем точнее уже в нашу ферму вот вывеска там кстати нижнюю часть 5 чем но она временная и вот уже некоторые людишки приехали припарковались сейчас и мы тут запаркуемся вот он первые виды теплицы с различными овощами с одной стороны там еще 10 гектаров по моему всего этого счастья так давайте вот сюда мое любимое место под деревцем сегодня солнца наверное не будет но обычно я сюда ставлю чтобы машина не слишком нагревалась на солнце приходится перебываться в обязательно положено обувачку те самые боты секьюриты безопасности правда у меня как раз они нихрена не безопасности у тех которые безопасности вот здесь должны быть носки твердые железки там под ними чтобы если что-то упадет тяжелое на ногу чтобы не подбивала но поскольку те которые мне дали когда я пришел только они блин дико неудобно и хоть и дико красиво я может вам покажу такие супермодные но нереально неудобные в них у меня ноги болели больше защищались поэтому я втихаря себе купил в магазе просто похоже нарушаем законы но что поделаешь всем привет наверное некоторым из вас интересно интересно посмотреть что и чем я занимаюсь где я работаю и сегодня я решил вам это дело показать в данный момент вот сейчас я говорю я уже у меня уже закончился рабочий день я уже все отснял но мне же нужно подводку так называемую снять поэтому я сейчас вам говорю как будто еще ничего не произошло работаю я на на ферме называется ферма bio bio на который выращивают разные его фрукты и фрукты bio овощи то есть bio смысле биологически чистые без всяких там добавок без всяких удобрений вредных и тому подобное из-за этого эти овощи стоят подороже но они тут во франции довольно популярны и вот на этой фирме их выращивают я сюда когда устроился мне собственно я никогда не работал на фирме и об этом сказал они они знали все равно меня взяли но не дали на выбор мол где ты хочешь работать у нас есть вариант работать на собственно сами с самими овощами в теплицах там на поле все такое второй вариант был работать в ателье boa это там где различные деревянные изделия изделия из дерева изделия из дерева ящики и игрушки игры здесь такие деревянные стоим потом покажу все увидите различные там полочки в общем ульи делают и естественно я выбрал это потому что как-то земле копошиться мне никогда особо не нравилось с деревом я тоже особо не работал но даже даже не то чтобы особо не работал практически не работал когда-то там в детстве с дедом мы что-то там строгали конечно но на этом заканчивается весь мой опыт поэтому я решил выбрать это дело и и подучиться заодно первый месяц наверное я там именно в ателье тусил я делал разные ящики сделал мусорный первый мой ящик нет самый самый первый это вообще такая просто маленькая полочка тестовая была полочка для инструментов я ее там замерил вырезал зашлифовал там в общем сделал обычную полочку довольно неплохо получилось для первого раза и второе был вот этот мусорник большой большой такой ящик для мусора на три деления вам тоже его покажу я снял ну и так далее пошло там делали разные всякие мелочи вот он предрабочий гомон так директриса всех позвал а теперь собранница а потом позже они все-таки догадались поверили что я умею делать кое-что другое то чем я очень раньше занимался раньше я работал фотографом оператором на телевидении и дизайнером то есть как бы в принципе все это в одном можно объединить и я всем этим занимался параллельно больше или меньшей степени и патрон такой послушал мол а вот нам каталог там показывают показал мне каталог который у них уже был горит а ты можешь такое сделать его туда могу в общем таким образом я начал попробовали посмотрел о класс класс и понравилось я начал этим заниматься вот я уже оставшись ну как тоже принципе бывают моменты когда например какой-то аврал когда нужно там собрать кучу овощей например на заказ а людей не хватает то я и на поле поработал немного дизор баж так называемый который здесь и ненавидят но эта вещь такая так ну что же пока выдалась спокойная минутка никого нет все разбежались покажу вам свое рабочее место но она по крайней мере рабочие на данный момент это мое место я уже тут несколько мест поменял там есть еще вам потом покажу ателье буа называется там я плотничал делал кстати делал вот такие вот штуковины а сейчас я делаю из этих штуковин каталогу каталог собственно и я фотографировал эти штуки то есть получается полное производство собственно руками начиная от деревяшек заканчивая каталогом здесь патроны тусуются еще частенько сейчас данный момент никого нет поэтому в общем то и все пока здесь наверно больше ничего интересного нет все довольно просто довольно грязно как говорится колхоз он и в африке колхоз так ну что же время паузы перерыва на обед или там еще на что-нибудь так ну я обычно на перерыв в машину иду какой-нибудь бутрик сида некоторые уезжают просто перерыв полчаса поэтому времени мало куда-то ехать пока доедешь уже в принципе назад на ехать поэтому я беру с собой какой-нибудь бутрик тип такого и съедаю что еще ну таким образом не работа работаю а до важные вещи работаю я график работы какой у меня во первых по статусу я cdd и что означает что я заключил контракт контракт у меня на полгода потом его можно продлить еще там на полгода как как захотят или либо они как захотят либо я как захочу по этому контракту я работаю 28 часов в неделю а по факту для у них здесь все понедельно вот так вот считается у нас так непривычно у нас там в месяц или в день или как-то разные графики здесь они по часам считают то есть нормальный рабочий нормальная рабочая неделя это 30 37 часов по моему или 34 в общем это нормальная рабочая неделя когда пять дней в неделю суббота воскресенье выходной пять дней в неделю в день там сколько 7 часов или 8 рабочий день а у меня получается 28 часов я работаю четыре дня в неделю понедельник вторник среда и четверг в пятницу суббота воскресенье у меня выходные три выходных что очень как бы круто и и второй момент это то что заканчивается рабочий день вот сейчас как раз два часа уже начала третьего в два часа заканчивается рабочий день это тоже круто мне этот график очень нравится он очень удобный ну сами понимаете в два часа дня ты уже свободен ты можешь еще успеть какие-то свои дела поделать еще открытые все заведения там которые могут тебе понадобиться например да то есть удобно половина дня практически у тебя есть еще для себя на свои нужды но при этом это не означает что что я меньше зарабатываю из-за того что такой короткий день нифига потому что мы начинаем в 7 часов утра и до двух часов дня как бы оплачивается полностью все эти часы но в течение этих часов в 10 30 у нас есть с 10 до 30 с 10 30 до 11 у нас есть пауза на там перекусить или что-то такое поперекурить есть пауза в полчаса вот этих перерыв и он тоже оплачиваемый то есть ну так вот такая система все часы как бы рабочие считаются но при этом вроде как дарится полчаса потому что ну здесь по законам по всем обязательно должна должен быть перерыв и все такое они здесь закон соблюдает но в принципе в контракте было написано немножко по-другому в контракте было написано немного по-другому то есть когда я шел сюда работать даже вплоть до первого дня я еще не знал как как здесь какой график потому что в контракте было написано что с 8 часов начинаем потом в час перерыв и там что-то такое в час перерыв до двух по моему и потом в 4 заканчивается рабочий день ну я так себе представлял обычный стандартный рабочий день думаю ну ладно фиг с ним оказалось что вот так они тут как бы все грубо говоря договорились решили что так вот всем нравится всех устраивает и поэтому они так работают и в принципе меня тоже это очень даже устраивает тук тук да прошу прощения что перебиваю сам себя я немного вклинился из будущего ну то есть то что я снимал то что вы сейчас смотрите я снимал сколько там уже пять месяцев назад наверное и сейчас прошло немного времени и в принципе кое-что изменилось то чего я тогда не знал например о о времени работы это было летнее время работы соответственно просто для того чтобы днем когда солнце уже в зените и становится жарко чтобы не работать там в теплицах например или просто поле людям чтобы не работать то график вот так немного смещается начинается раньше маленькая такая пауза ну смысле перерыв всего лишь полчаса и потом как бы продолжается работа чтобы закончить пораньше когда еще не так жарко это только летняя я в принципе тогда не знал я думаю это нормальный постоянный график но оказывается нет начиная там с сентября по моему потом пошел нормальный классический как бы график с 8 30 мы начинаем в 12 начинается перерыв час он длится до часа дня и потом до 4 до 16 30 работа длится и заканчивается 16 30 то есть это вот из того что я хотел добавить просто немного ну и в принципе кратенько еще хотел бы сказать что тот мой контракт первый на полгода он закончился и я поскольку в принципе не нашел ничего вот надо же позвонить сейчас обязательно прошу прощения из-за того что я не нашел ничего более подходящего в принципе я решил еще остаться и продлил еще на полгода то есть сейчас вот уже январь я уже работаю второе полугодие то есть второй контракт и вроде бы все что можно добавить возможно что забыл но продолжать смотреть того меня из прошлого идем далее значит по заработной плате я получаю смиг так называемый минимальный но из-за того что я работаю четыре дня в неделю они 5 у меня немножко меньше у меня 900 евро в месяц получается чистыми то есть это без вот этих налогов чистыми 900 и там 940 или что-то такое 950 вот это я получаю за месяц за работу 4 дня в неделю до двух часов минимальная зарплата здесь во франции это 1100 это минимум который можно получать ни один ни одна там контора не имеет права платить меньше такой закон сейчас патронная сан тракторе проедет тарахтит давайте я вам покажу ее две собаки здесь с ней вместе всегда тусят вот все кстати разъехались она дольше остается у нее не знаю честно верю какой у нее график но она всегда дольше работает так вот и по сути если бы я работал в пятницу еще один день то у меня бы было бы было был этот минимум 1000 стоп как раз за пятницу 50 евро за нет стоп почему 50 до 50 евро в день за четыре дня в месяц и 200 как раз было сверху было получалось бы то же самое а поскольку я этот день ну принципе в общем вы поняли суть один день меньше соответственно зарплата меньше на один день в неделю и собственно все меня это устраивает пока конечно это не предел мечтаний потенциально я буду искать что-нибудь со временем для по своей сфере своей сфере с большим заработком может быть но сейчас на данный момент меня это вполне устраивает я во-первых чуть общаюсь язык как-то там свою укрепляю и плюс естественно 900 евро в месяц они никак никогда никому не помешают вот она письюлька ты либо называется вот здесь вот я начал работать видите всякие вот такие вот изделия деревянные игрушки игры большие маленькие все в общем из дерева всякая ерунда ящики вот такие вот для сада для всяких клумб штуки делали я тут первый месяц наверное работала потом когда они поняли что я могу делать кое-что другое что стоит подороже они решили поюзать меня и теперь я там сижу за компом вот такие скворечники разные эти рюши как они русском называется блин я моя ульи да для пчел ульи но эти железки этого уже не делаем это так бонусы всякие опять игры домино разные в принципе довольно интересные для меня это было интересно в том смысле что я никогда до этого не занимался такими плотническими работами поэтому это было полезно мне кажется теперь кое-чему научился видишь принципе тут вот куча всяких разных машин и полировка и вырезание всякий по дереву понятно это ерунда всякие отвертки выучил а вот кстати точно вот то что я хотел же вам показать вот они мы боты до секюриты которые мне здесь выдали ну как выдали 15 евро когда сюда на работу поступал я заплатил 15 евро за вот эти штаны рабочие и заботы это как бы мало на самом деле в магазине там по 70 стоят по 50 то есть такие вот вроде модные я их когда увидел на муля прикольные но когда дел блин это жесть они настолько неудобно и тяжелые давят везде в общем я их забросил теперь как я уже говорил купил себе обычные горные ботинки делаю вид как будто они секюриты а это тут у меня валяется становится жарковато прямом смысле слова причем как-то все спокойно по температуре становится теплее это кстати тоже одна из прелестей графика нашего утрата ведь прохладнее особенно летом в жару про прохладненько более-менее все спокойно потом после обеда уже начинается жара начинает нагреваться все припекать а мы уже домой это круто не все график отличный а еще вот это классно чем она классно потому что можно вот так вот например когда жарко туда подуть холодным воздухом ну или себе чего-нибудь подуть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот возвращаются наши труженики-газонокосильщики Настроение у всех улучшается, время конца работы приближается к концу Через 10 минут все заканчивают работать Все закончили работать и теперь ждут когда Наступит ровно 2 часа, чтобы все могли резко подорваться и домой Никто не уходит раньше, ни на минуту, ни на секунду Ровно в 2 только А это, кстати, казенная машина На которой иногда приходится куда-нибудь ехать Какой-нибудь магаз, что-нибудь купить, например Завтра, возможно, я на ней поеду в город За... Блин, не знаю, как они называются За буклетами, которые я делал Их должны были напечатать в городе Завтра забирать А вот это, кстати, тот самый мусорник, который... Это первая штука, которую я здесь сделал Вот этот ящик, имеется в виду Для трех видов мусора Вот эти таблички тоже С надписями Пластик, папея, бумага, картон и всякое Короче, ну в них же здесь принято мусор разделять Вот это первая штука И вот, теперь патрон сказал домой, до завтра И все подорвались и побежали Так, гонщики, гонщики пошли Вот мы приехали в контору главную Вела Жакаян называется Вот логотипчик Здесь Ну, это контора, которая завидует фермой На которой я работаю И еще другими какими-то Приехал забрать Такие наклейки На варенье, на какой-то конфитюр Дубитеравы И еще там флайерочки я вам потом покажу Я их еще сам не видел Ну вот, я же вам говорил Что работа такая веселая И самое главное, разнообразная Вот я сегодня На том самом транзитике Поехал Сейчас я вам покажу Что Я поехал забирать Я вот так вот его обойду Мне нравится транзит, прикольно Смотрите, что я набрал Это фабрика Не, не фабрика Как называется Склад, короче Я вот таких вот ящиков Целый Целый фургон набил Сейчас повезем на ферму Всю жизнь мечтал Ну как всю жизнь В детстве В детстве мечтал Быть водителем Софт Транс Автор Тогда еще В Советском Союзе Фуры Почти все так назывались И вот Мечта потихонечку Сбывается Может и правда Когда-нибудь На фуру пересяду Мне нравится Прикольно Эта тема Ати-та-ти-та-ти-та-ри-та-та-та Ати-та-тай Э, жизнь дальнобойщика Трудна и сложна Всякие велосипедисты Перед носом Появляются И мешаются Но мы их объезжаем Я вам уже говорил Что велосипедисты Здесь как Коровы в Индии Священные Блин Ну можно сказать Животные Все их объезжают Все боятся Не дай бог Зацепишь велосипедиста Ха на тебе Ладно на трассу Выезжаем Я заканчиваю Свой репортаж Ну что же Вот в общем-то и все Показал вам Где я работаю Надеюсь рассказал Все что должен был Рассказать по поводу работы Хотя наверняка Что-то забыл Но вы как всегда Можете задать вопрос В комментариях Поэтому на этом все А давайте Я теперь решил В роликах Говорить дату съемки Хотя бы примерную Чтобы вы ориентировались А то у меня есть ролики старые Есть новые И они немного перемешиваются И не всегда понятно В какое время года Вообще я снимаю Сейчас август Сегодня у нас 18 августа 2015 года Вот Теперь вы знаете Когда это Снималось И соответственно Поймете Когда я выложу Насколько Я проштрафился Но возможно Я с этим роликом Побыстрее попробую Все На этом все Спасибо за просмотр Спасибо за ваши лайки Репосты Которые очень сильно нужны И увидимся в следующих роликах Всем пока Продолжение следует... чтобы это было вправо, чтобы это было вверху. Мы можем использовать на упаковке, и это будет очень хорошо, что в конце. И вот, это бушет.